Если вернуться к прошлому, вот сидит профессор в соседней комнате, не было ещё ничего, они называли это Фимля. Папочка, давай посмотрим Фимля, как диафильмы. И они же их наизусть знали, и они же на этом воспитывались, и они же, понимаете, стали большими, серьёзными гражданами своей страны. Потому что была система, значит, были вот эти диафильмы, потом где-то можно было посмотреть мультфильмы, потом какие-то детские фильмы, а потом пришли эти все, понимаете, мультяшки, которые наш ребёнок, он не понимает этого, потому что он живёт в другом мире. Сам менталитет фильмов, который течёт отовсюду, понимаете, можно любить японское искусство, можно восхищаться американскими достижениями. Я сам очень люблю Соединённые Штаты Америки, потому что реально медицинская наука на очень высоком уровне, и ещё есть ряд разделов, и народ очень дружелюбный в массе своей. Но это не значит, что мои внуки и мои, скажем, я надеюсь, правнуки когда-нибудь, понимаете, должны воспитываться вот на том, что, так скажем, развито на почве желание и устремление тех детей. Потому что культуры разные, история разная, менталитет родителей разный, окружающая среда разная, будущее разное. А мы, то есть не мы, конечно, те, кто на этом... Я считаю, что это в основном из-за того, что люди хотят заработать масштабно. И таким образом мы думаем, что мы вливаемся в мировой цикл цивилизации. Ничего подобного. Мы вливаемся в мировой цикл американизации, или японизации, или европеизации. И всё равно здравомыслящий человек потом, в силу того, что он читает русскую литературу, он смотрит русские фильмы и так далее. Поэтому я хочу сказать, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, нужны детские фильмы. Страшно нужны детские фильмы. И, конечно, это должно сделать государство. Если мы хотим иметь полноценных граждан Российской Федерации, вот этот этап, пока они в детских садах, в школе, они должны воспитываться на государственных принципах, которые предполагают взвешенные отношения ко всему. Ну, ко всему, понимаете? И к истории. Нечего хаять, понимаете? Всё время получается так, что одно поколение охаивает предыдущее поколение. Вот. И вспоминает про прадедушек и про прабабушек. Так? Вот это, вот это, вот это, может быть, мы когда-то и твёрдо на уровне Государственной Думы скажем, хватит. Давайте мы всё-таки договоримся, что вот дети – это святое, и они должны расти и развиваться так, как хотят родители, а не то, что им, понимаете, подбрасывается фактически насильно. Спасибо.